Самая дешевая 3-мегапиксельная IP-камера с Алиэкспресс. Привет, с вами Олегит. Решил сделать коротенькое, но думаю, многим будет полезное видео о недорогой, можно сказать, дешевой IP-камере от компании Gadeonant или как-то так, в общем, не суть. Но, в общем, если у вас есть, к примеру, IP-видеонаблюдение, регистратор, и вы хотите добавить еще какую-нибудь камеру или несколько камер в свою систему видеонаблюдения, то рекомендую обратить внимание на эту камеру. В общем, забегая вперед, скажу, что я купил 3-мегапиксельную камеру с питанием по пояс всего за 1600 рублей, то есть где-то за 25 долларов. Что, согласитесь, приятно, если вы тем более мониторили рынок видеонаблюдения, то понимаете, что 3-мегапиксельная камера с таким углом обзора, еще и с питанием по пояс, с матрицей от Sony, за такую цену это просто подарок. Тоже приятен тот факт, что я заказал ее вроде со склада из Китая, но получил ее на почте России уже где-то через полторы недели, что я считаю очень быстро. Еще раз забегая вперед, я не говорю, что эта камера прям вот супер, что она снимает прям превосходно, что эта матрица от Sony творит чудеса. Нет, конечно, здесь китайская матрица от Sony, но при этом разрешение действительно 3 мегапикселя. Действительно, картинка большая, детализированная, можно рассматривать объект гораздо лучше, чем у 2-мегапиксельных матриц. Поставляется она вот в такой вот стандартной коробке, а-ля Хиквижн, а-ля Хайвотч, там, не знаю, многие камеры таких красных упаковок поставлять. Первое, что нас встречает, это коротенькая инструкция в картинках, все понятно, все с ней ясно. Камера, ну, герметичная муфта для разъемов, для уличного исполнения, чтобы туда разъемчики прятать, и вот такой вот комплектик дюблей саморезов для крепления камеры к поверхности. И вот сама камера в такой пупырчатой, заботливой пленочке. Сама камера, естественно, в ABS-пластике, то есть в пластиковом, можно сказать, это, в принципе, пластиковом корпусе. Но, опять же, камера полностью пылевлагозащищенная. С IP66 такие камеры уже стоят не один сезон на объектах. Это я как раз обращаюсь к тем людям, которые где-то слышали, видели, не знаю, где бытует такое мнение, что уличная современная камера не будет работать при минус 30, минус 40 градусов. Самое главное, друзья, чтобы камера была подключена к питанию. Если ее отключить от питания, а потом включить, то она может попросту, ну, не запуститься, потому что она остынет и не сможет запуститься. Ее придется снимать, обогревать, потом опять включать. Но она не замерзнет, не рассыпется там, не растает. Так что все, вопрос закрыт. Все, кто будет задавать мне этот вопрос по поводу уличных современных камер, буду отправлять на это видео. На что еще хочу обратить ваше внимание, что в такой бюджетной камере, я не побоюсь этого слова, дешевой камере, встроены современные K-светодиоды, обеспечивающие хорошую ночную инфракрасную подсветку. Соответственно, эта камера автоматически переключается в ночной режим черно-белой съемки. И вот у нее всего два хвостика. Один RJ45 для подключения ее к интернету. Также камера, как я сказал, питается по пое и через этот же разъем камера может и питаться. Именно поэтому второй разъемчик DC также для питания спрятан вот таким вот колпачком. То есть, если вы его не будете использовать, просто будете закрываться. Если же вы будете питать камеру по местности от блока питания и вам понадобится этот разъемчик, то, соответственно, будете подключаться через него. Ну и это не все положительные моменты. Данная камера имеет прошивку облака XMAY. Соответственно, приложение XMAY одно из самых удобных. Также на компьютере можно удаленно заходить через программу CMS, к ней подключаться. Сама камера работает в протоколе ONVIV, который поддерживается абсолютно, по-моему, уже всеми IP-видеорегистраторами. Ну, в общем, сейчас быстренько подключу эту камеру и покажу образцы видео, как она снимает. Итак, вот данная камера в просмотре на компьютере в программе CMS. Согласитесь, картинка вполне внятная. Ох уж это леопардовое сердце, проходящее мимо. Конечно же, это не 5-мегапиксельная камера, но гораздо приятнее двушки, особенно за такую цену. Вот из настроек регистратора мы видим, что камера 3-мегапиксельная. Кодек сжатия H.265 и 25 кадров в секунду в основном потоке. Подключен удаленно и все хорошо видно. Ночная подсветка в полной темноте тоже нормальная. Звезд, конечно, с неба не хватает, но нужно понимать, что это супер бюджетная камера. Еще одна находка, с которой я хочу с вами поделиться, это внутренняя купольная камера от вот этого бренда. Нормальная такая трешка с той же самой матрицей от Sony. И с объективом 2.8, который в совокупности с размером матрицы дает угол обзора уже в 95 градусов. А цена, друзья, это всего около полутора тысяч рублей. Хоть она и внутренняя, но я решил показать вам картинку, как она снимает на улице. Как видите, угол обзора тут гораздо больше, чем у варианта с 3.6 миллиметра. Видна вся эта стрёмная пятиэтажка, даже с запасом по краям. Ну а вот та самая камера, которую я посвятил видео, в моем случае с 3.6 объективом. Сейчас доступно с объективом 2.8. И вот, пожалуйста, матрица Sony, разрешение 2304 на 1296. 48 вольт поя. Вообще, в их магазине я покупаю и блоки питания, и разные камеры тоже норм. Вот, к примеру, когда люди спрашивают про камеру в подъезд, да чтобы с картой памятью и с Wi-Fi, вот этот вариант самое то. Есть карта памяти и микрофон, плюс антивандальный корпус. Вот такую вот купольную камеру от KidCam тоже имеет смысл взять. Уже 4-мегапиксельное пояс с объективом 2.8, чуть больше 2000 рублей. А качество сборки при этом отличное. Кроме того, эта камера металлическая. Вот тоже их хорошая уличная камера, часто используя на разных объектах. Хоть и двушка, при этом изображение более чем хорошее. А вот эта уличная металлическая камера вообще огонь за такую цену. Объектив 2.8, 5 мегапикселей с поя питанием, менее чем за 2500 рублей. Ну а если вам нужны дешевые варифокальные камеры, то вот хорошие варианты. С реальной матрицей, кстати, от Sony. Правда, объективы у них хоть и варифокальные, но мануальные. Нужно вручную крутить настройки фокусировки и расстояния. А так, камеры супер за эту цену. Ну и аналогичный вариант купольной камеры, который часто применяется в магазинах на кассу. Или часто обращаясь к вот такой вот купольной антивандальной камере от фирмы Bezder. Тоже хороша. За 2500 рублей 5 мегапикселей с поя. Тоже, по-моему, шикарно. Друзья, как итог, что могу сказать об этой камере. Стоит ли она этих денег? Да, стоит. И более чем на 100% она их отрабатывает. Ожидать от этой камеры какого-то суперрезультата, ну не стоит. Сами понимаете, такая цена. Но при этом вполне себе нормальное качество и достаточно детализированная картинка. Как дополнение какому-то видеонаблюдению или как бюджетный вариант, супер бюджетный вариант видеонаблюдения, это супер. Конечно, когда у людей бюджет позволяет, я всегда рекомендую брать 5-мегапиксельные камеры с хорошей детализацией, с хорошим разрешением, с хорошей матрицей, с хорошей сочной картинкой. В общем, чем камеры дороже, тем они лучше. Это понятно. При этом, что хотел донести по соотношению цены-качества, здесь перевес в плане качества гораздо лучше, чем цена. Так что, когда людям нужна обычная IP-камера с хорошим разрешением и очень дешево, я всегда рекомендую ее. Всегда на объектах ставятся именно вот эти камеры, они себя хорошо зарекомендовали. Именно поэтому я решил поделиться и с вами таким вот вроде дешевым, но при этом хорошим вариантом видеонаблюдения. Ссылку на нее вы можете найти в описании под видео. Пожалуйста, переходите, заказывайте. Товар проверенный, продавец надежный, так что рекомендую. Ну, я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет лучшей благодарностью, если ты, друг, подпишешься на мой канал, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях. И вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяк, а мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока. Субтитры сделал DimaTorzok